Молодых специалистов и работников ПАУ ММК, которые недавно устроились на предприятие, трудятся менее года, теперь легко можно узнать по защитной каске зеленого цвета. Это новая мера безопасности, пункт масштабной программы обеспечения трудового коллектива Магнитогорского металлургического комбината специальной защитной одежды, которая постоянно развивается. Тему продолжит Юлия Никифорова. Обеспечение специальной защитной одеждой работников ПАУ ММК – один из важнейших пунктов техники безопасности труда, к которому на металлургическом предприятии относятся крайне серьезно и ответственно. Вы видите Центр по обеспечению средствами индивидуальной защиты и управления подготовки производства ПАУ ММК. Этот современный комфортный центр-склад был открыт три года назад, в 2017-м, в рамках проекта «Улучшение сервиса в вопросах обеспечения СИЗ», утвержденного генеральным директором. Все здесь действительно организовано, максимально удобно для работников. Действует электронная очередь, есть примерочные кабины. Начиная с мая этого года записаться на получение спецодежды, работник может через мобильное приложение «Мой ММК» в удобное для себя время. Я работаю в лаборатории охраны окружающей среды, получаю спецодежду для того, чтобы мы проводим инспекционный контроль по предприятиям. Ну, получаем в соответствии с графиком получения. Постройки вот этого нового склада, сейчас все стало очень быстро, организовано, очень приятно. Все на высшем уровне. Опытные кладовщики с первого взгляда определят размер одежды посетителя, даже если он сам точно его не знает. Как правило, человека видно сразу. Единственное, что я не могу точно определить, это размер ноги. Поэтому только про ногу спрашиваю. Учет выдачи одежды автоматизирован и производится в корпоративной информационной системе. Каждый работник предприятия внесен в картотеку. На спецодежду наносится специальный штрих-код с указанием его личного номера, подразделения, где он трудится, а также даты, когда необходимо обратиться за новым комплектом спецодежды. Выдачи СИЗ производится один раз в год. После окончания многопрофильного колледжа, получается, пришел и устраиваюсь с миксеровым. В кислородный конвертный цех получаю вот сейчас, получается, спецовку. Не, ну, конечно, одежды много, но зато на год вперед. То есть приходить заново не придется, надо будет прийти только через год, так что удобно. Самое главное, что весь ассортимент средств индивидуальной защиты, которые сегодня выдается работникам Магнитогорского металлургического комбината, соответствует действующим нормам и требованиям законодательства и по составу материалов, и по особенностям занятости работника. В зависимости от профессии работники получают это либо костюм ХБ, либо комплекты костюма для защиты от высоких температур. Кроме этого, у нас работники получают нательное белье, получают носки, вот, и также спецобувь в зависимости опять от условий работы и профессии. Руководство центра постоянно следит за новинками СИЗов. К примеру, в 2019 году на ММК впервые работники горячих цехов доминого электростали плавильного плюсом к суконным получили алюминизированные костюмы для защиты от брызг металла и теплоизлучения, как говорится, для апробации. В 2020-м эти костюмы уже утверждены в качестве нормы. Каски тоже выдаются разные. Наши металлурги, которые в самых тяжелых условиях работают. С целью их защиты, вот, алюминизированные костюмы введены в норму для применения. Каска термостойкая с наушниками от шума, с щитком. Также для защиты от брызг и искор расплавленного металла органов зрения. Новинка. В 2020 году каски стали делаться светоотражающими полосами, чтобы работник был заметен, машинист у крана. Начиная с 2018 года, весь руководящий состав ММК, от мастера и до генерального директора, обеспечивается еще и именными шевронами. За два года шевея центра Дарья Мацияускас вместе с напарницей уже изготовили более 30 тысяч таких нашивок. Одна из последних новинок среди СИЗов – зеленые каски для молодых специалистов и тех, кто работает на ММК первый год. Их начали выдавать вновь поступающим всего несколько дней назад, чтобы опытные коллеги сразу определяли новичков. Все во имя безопасности человека труда на производстве.